Вперед торпеда, защищай свои цвета, черно-белый, черно-белый, черно-белый цвет всегда. Вперед торпеда! В общем, мы снова оказываемся в Нинске совершенно внезапно. Видимо, потому что мы здесь живем. Это скотч-экшн, седьмой выпуск. Сегодня мы расскажем вам о матче... Какой тур? Для Слави и это тур, по-другому, 16-й. 15-й или 16-й. Да, ну будем считать так, потому что очень много было пропущено туров из-за участия наших команд Вера Кубков. Машни, один. И он к нам не приехал. Играем мы против клуба Минск из города Минска. Никому не нужного клуба, но, тем не менее, он есть. Он есть в турнире таблицы, и у него можно брать очки. Это подтвердила наша команда в матче первого круга между этими же командами, который завершился со счетом 1-0 в пользу Мозорской Слави. Сейчас мы ожидаем того, что Слави будет продолжать набирать очки по графику предыдущего круга. Дима поставил на это деньги. Дима делает вид, что они сделают. Это вообще пушка, Слави, пушка. Ребята, это пушка. Мы идем по улице Карла Марла, которую на время выходных сделали пешеходной. Здесь какие-то веселые штуки. В общем, уличные музыканты, а может, даже и не уличные. А, нет, уличные. Вот смотри, как мило. Тут можно даже ничего не говорить, просто послушать и посмотреть. Рома Волков недавно в брейсболу, буквально днях, дал интервью, в котором сказал, что вот в этой вот вынужденной паузе, недельной, в которой оказалась Слави, в основном занимались ребята именно физическими тренировками двухсторонки, а тактикой начали заниматься совсем недавно. Но я думаю, что этот вот простой не скажется на каких-то кондициях игровых наших футболистов. И все-таки поможет им с новыми силами вот сегодня сражаться за три яжика. Да, я не оговорился. Мы в этом матче планируем набрать баллы, подняться выше турнира таблицы, потому что мы из-за пропущенных матчей оказались в самом низу. Перед матчем поговорим. С Машей Челядкой Паша сказал, что они готовы к борьбе, они полны сил, погода футбольная, нет этой жары, которая была последние дни. По информации от нашего инсайдера, в команду вле есть футболиста, два легионера, насколько я понимаю, которые... по амплуа-защитниками посмотрим, будут ли какие-то у нас переструные строения. Открылся уже трансферная 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 трансферная. Нет, это было у Штатка. Ну ясно. Значит, то есть больше к изменениям не ожидали. Ярамащенко тоже нет. Ярамащенко не будет. Мы не успели. Не успели. Просто Дима сделал на прикасаем такой небольшой угроз о том, что Макс Ярамащенко приехал в Мозель. На самом деле он приехал к своей любимой тёще. Но пресса связывает его с переходом именно в команду Минск, которая будет сегодня играть за стай. Это привет, Денис Иванов. В общем, у нас, как обычно, такое скомпанное, шебуршащее превью к матчу. Мы купили уже билеты, которые стоят 10к, как у нас в городе, да? Да. Вот. И, в общем-то, направляемся обратно к стадиону. В то же раз ходили с Ольгой на Минск, никто нахрену эти билеты не проверял. Зачем сегодня я играл в Бабе? Даже не отрывал. Значит, сейчас начнется второй тайм. Первый тайм уже закончился. Два романа разных забиты. Роман Пулков, один АТВ, Роман Васильев. Оба человека, этих имеют отношение к Мольскому футболу, но также к этому Мольскому футболу имеют отношение другие люди, которые, собственно, ради которых мы это все из этой славы. Спасибо, всем привет. Завершился матч непонятного какого тура между Минском славе и завершился он победой Минского клуба. Да, непонятно кого, со счетом 3-2. Голы сбивали Рома, 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 Рома. Рома? Нет, еще раз. Рома, Рома, Рома. Продолжай. Гиги. Гиги. Вич. И это еще там с голым торсом чувак. С голым торсом, да. Снимал майку, получил желтую карточку. Славе по ходу матча выигрывало два раза. Сначала побили 1-0. Ничего не случалось с 1989 года. Нет, нет, ты забыл про 96-й. Нет, с том тоже такого не было. МПКЦ. МПКЦ. Что, 1-0 выигрывали всегда? Да, играли. Борин, МПКЦ 1-0. Нам забивали голы Еромка, потом следующий матч. Рома, 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 третий матч забивает Еромка. А сейчас забивали просто Ромки, сбивает Синев. Сейчас Ромки забивали, не я, Ромки, а Ромки. Я Ромка с ним. В общем, да, Динамо забили на Синева, а у нас забивает Ромки. Да, в общем, игра получилась такой, богатая на эмоции. Все видели вообще по ТВ, транслировали, нас показали. Миша должен вам показать вам Кен Дыша даже. Да, это все будет с женой Наташа. Ты уверен, да? Вот, давай поговорим про Гаева, как ты смотришь. Кен отказался комментировать, чья игру, потому что сослался на то, как вот сослан, сослан, как вот он здесь проскакивает во всех этих. Ссылался на то, что он не может уже говорить об этом ничего больше. Я на пресс-конференцию задал вопрос про Лаптева. В пресс-конференцию, наверное, Миша тоже добавит. Выложить. Один, один. Вот, да. А насчет Гаева, он даже не хотел ни с нами делиться, ни вообще об этом ничего говорить, потому что, ну, доверие, видимо, неисчерпаемое нашего капитана. Потому что он капитан, собственно говоря. Видимо, так, да. Ну, да. Таким образом, все это происходит. Игра была веселая, на самом деле. Как это не звучит? Две самые пропускающие команды лиги. Как-нибудь мы не будем кощунами, но, тем не менее, носительная была такая, что за стороны нейтрального болельщика можно было получить. Перед нами там сидели несколько сини-бело-голубых. А, нет, красно-бело-синий. Но они все равно ржали над нашими шутками. Ну, да. Да, они борелись. Вы тоже, в общем-то, частично красно-бело-синий все. Нет, я нигде не синий. А я даже желтый немножко. Красно-бело-синий, я говорю, российский флаг. Вы что, не догоняете? Они россияне были перед нами. Ну, ладно. ЦСКА. Изменения приняты. Да, в членчах церкви кони поскакали. Это коняли и побежали. Поехали. Да. Я сказал это вслух. В общем, превращается скотч-шоу скотч-экшен, поэтому мы начали делать с этим срочно-срочно. Голуби были на поле. Можно тоже пошутить вот сейчас. Как раз то самое время про нашего старого знакомого. Да, мы долго выбирали место, где бы нам сесть, присесть, чтобы записаться, потому что мы помнили о голубях, голубеве и голубятнице, которое происходило в этом студии. Не знаю. Нет, съемки здесь на территории были закричены. Можно там закричены, чтобы сказать официально? Значит, без официально. Я говорю, заправили под аппарат и отсюда. Я говорю, заправили. Кто вы? Скажите фамилию вашего. Я начальник дежурной смены. Фамилия вашего? Олова Панатония Миколаевича. Окей. Все, пожалуйста. Вот туда, за заботу. Под разрешение, пожалуйста, снимайте. Да, к слову, опять-таки, словами Геннадия Роковчака, Юрий Валеев на Минске, как тренер, в качестве тренера, не зацепил ни одного очка. Это цитата. И, в общем, традиция продолжилась, хотя предпосылки к тому, чтобы выиграть этот матч были. Итак, я полагаю, что единственный вариант, чтобы нам эту традицию прервать, это будет выиграть в Кунцевщине. Кунцевщина считается Минском или нет? Ну, Динамо. Может, Шабаны? Шабаны. Нет, Кунцевщина, Динамо, Минска играет в Кунцевщине. Ага, Динамо, Юни. Считается, да. Считается, она еще в черте, говорят. Конечно. Ну, значит, будет возможность Юрий Вану Чемчеву прервать. В Минске? Нет, в нем преднкадышев. Преднкадышев, тем более. Преднкадышев, в своем случае. Гена поехал с командой домой, видимо, будет сегодня огорчаться в пути. Огорчаться в пути? Он мог радоваться в пути и огорчаться, но завтра в воскресенье, поэтому будет возможность для того, чтобы он отошел от этого всего. Под этим всем, я предполагаю, построишь дорогу домой. По ТВ вы видели, что убили Пашу Челядко, вынесли его. Должны были видеть нас, между прочим. Нас, да, в перерыве. Информация. Денис, по-моему, звонил Геннадию и сказал, что видели нас в перерыве перед самым началом второго тайма. Показывали нашу группу. Мы улыбались тогда еще. Отпускали российские шутки. Это было не слышно. Когда Денис Иванов сделал, он с нами сидел тоже. Привет, Денис. Его душа была с нами. Да, он там неграми на зону. Пип! Вот, с Пашей все нормально. В общем, мы его видели, как он шел на своих двоих. И Руслан нормально. И Руслан в порядке? Да, все ребята в порядке. У всех ноутбук вернулся к Олегу Страхановичу. Мы видели это своими глазами. Привет Боровику своими глазами. Сестра Сергея Боровича на Витебском Сальянском базаре. Привет Сальянскому базару. Привет Игорьску. Мы там еще не скоро побываем. На Сальянском базаре? Ну, ты неплохо. Поехали. Сальянскому базару. Ну, он же Пенский выступит. Да. Мы вообще не шутим с грустными лицами, потому что проиграли. Наверное, может, просто эмоций уже не осталось на самом деле. Ну, я пытался сорвать голос. Я ждал третьего гола нашего гола. Гола. Голаса ты ждал? Голаса, нет. Там вышло разных три негра, но голоса среди них не было. Не было. Но был Ван Дамм. Ван Перси. И тот Румын. В Казарном Существе. А, Болгарин. В Ван Перси. В Казарном Существе. Да, да, опять-таки кубок. В прошлом году мы ездили с командой. Первый тур это был, и мы были с Геннадием. Ночевали в Березовке. Ночевали вместе с командой. И тогда мы выиграли. Тогда забил Гол. Гол забил Антон Бардок. Поэтому чевать здесь хренко ехал. Фондок, Бардок. Да, мы едем в Лиду. Мы будем записываться там с Мишей. Уже не в HD качестве. Ну, неизвестно, как HD качество отразится на Мишином ноутбуке. Может быть, это будет последний его диск в HD. Потом придется отбирать его Страхановича. В HD. Может быть, у кого-то менее сильного, более слабого кого-нибудь. Возможно, у Зуева. У маленького Миши. У маленького Миши? Ну, у которого 3 на 4 квадратный. Тошиба. Тошиба. А, у малого Миши. Малого Миши, да. Малый Миши, да. Большая медведица и малая медведица. Привет Максиму. Он всегда бьет этого. Привет. Ювентус молодец. Черно-белый клуб всегда. Мы с Лехой пили недавно. Это было про Ивент. Мы играли в форме Милана. А сзади кричали итальянцы. Да. Дайте пас. И потом было желтое. Уезжай в свои Смолевичи. Судя было Смолевичи. 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 Привет Юрию Пунтусу. Привет Юрия Пунтуса. И таком же Борисовичанину всей семье Борисовской. Все этой шайки. Лейки. Лейки. Которую надо всех вывести на чистый год. Да. А все равно не смотрят нас. Да, если нас-то уже никто не смотрит. Не, я говорю про Павел. Да нас вообще никто не смотрит. Ну, последний скульчатчик 100 просмотров всего. Ну, что это? Я посмотрю. Обещаю. 100 раз. И жене покажем. И сыну. Возможно. Если Миша будет медленно делать, то, может, и сын держит. В общем, мы завязываем, в общем, все это полетель. Да, да. Сейчас за Мишей едут женщины с велосипеда. Сейчас оценим. И улыбаются нам. А теперь уступки до файта до пилей. Это был седьмой выпускской экшен. Это был Алексей Архипов. Это был Михаил Алексеев. Повернись на себя. Покажи хоть себя. Сфокусируй меня. Миша, ты же не записывал ничего. Ты не записывал видео. Как? Вот, вот, трассим. Надо было видео посмотреть его. Все, всем пока. Всех любим. Мой Бикиф, ты тоже теперь любишь. Обязан женить своего. Ты только говори там, если у меня будет какая-нибудь там дырка от люка, чтобы я не провалился. Хорошо. Потому что черепашка нельзя мне встать, не улыбается. Дима, что-то давайте. Когда вот так вот, видишь, это серое, легко это. А, это серое нельзя, да? Да. Да ладно, пусть отрезать немножко, там все равно ничего нет. Ну, так формат же узкий, он как бы... Да, я сейчас его сгибаю с банками. Он и мой фотоаппарат плохой лайнер. Тут еще ужас. Как тебе, как почему ты ни хрена не фокусируйся, Леха? Вот так, наверное. Так нормально. Ну, ок. 36 минут. Все, сейчас он встал, он должен... А еще и смотрят, смотрите, да? Правда, на 16 минуты числе. Вот, смотрите, смотрите. Выперс. Така. Тут готов. Разрешение у Геннадии с ним? Почему? Геннадия? Мне UEFA разрешилось, потому что всех звезд можно. Вижу, что смс какому-то пишешь. Это все будет на пленке. И продолжать бегать? Не знаю, можно послушать. Можно послушать. Но нужно и туда денег заплатить. Можно здесь сыграть. Такой, который... Не знаю. Поезд на Бербич. Я говорю, забрали. Скажите фамилию вашу. Кто вы? Я начальник дежурной смены. Фамилия ваша? А? Олуп Анатолий Миколаевич. Окей. Все, пожалуйста. Вот туда, за забор. Вот разрешение. Пожалуйста, снимайте. Спасибо. Спасибо.